2011 год год 50-летия полета гагарина в космос известны многочисленные изображения космонавта и ракеты на которой он совершил свой исторический полет макета этой ракеты высится на улице в москве и что удивительно силуэт этой ракеты почти совпадает с улетом известной церкви вознесения построен еще в 16 веке близ москвы селе коломенском к юбиле полета гагарина было издано много книг одной из таких книг было решено подарить американскому космическому центру кеннеди на мессе канаверал во время его посещения 10 часов полета на самолете и мы в космическом центре кеннеди это здание вертикальной сборки ракет из этого здания ракеты доставляются на стартовый комплекс с помощью вот такого гусеничного транспортера смотровая площадка стартового комплекса номер 39 с высоты 20 метров открывается прекрасный панорама на стартовый комплекс и здание центра расположенные на площадке плакаты дают четкое представление о том что видно с данного места здесь также можно увидеть подлинный экземпляр двигателя шаттла использованы в 15 полетах центр аполлон saturn 5 это один из крупнейших объектов космического центра и посвящен американской программе аполлон пилотируемый полетом на луну в водном зале этого центра показана имитация работы пункта управления полетом при старте ракеты saturn 5 в громадном ангаре центра размещена натуральное величину ракета saturn 5 в течение двух с половиной минут работы эти пять двигателей разгоняли сатурн 5 до скорости 10 тысяч км в час основное содержание первых трех ступеней ракеты это топливо оно весило более двух с половиной тысяч тонн что составляло примерно 91 процент общей массы ракеты для сравнения в любимом автомобиле астронавтов аполлона корвет 1969 года выпуска вес топлива составлял лишь 4 процента от общей массы автомобиля высота ракеты вскоре с командным модулем аполлона около 111 метров это же дом 40 этажей рядом с ракетой размещены макеты возвращаемого отсека лунного модуля лунного вездехода и скафандра сейчас мы находимся около модели шаттла под названием эксплорер это полноразмерная модель настоящего космического челнока войдя во внутрь шаттла можно увидеть кабину экипажа и грузовой отсек рядом расположился блок твердотопленных ускорителей и топливный бак шаттла это уникальный каменный глобус звездного неба 9-тонная гранитная сфера плавает на воде и привлекает все общее внимание в парке ракет под открытым небом размещены образцы восьми ракет они иллюстрируют эволюцию американской космической программы одна из ракет Mercury Atlas схожа с той который в 1962 году вывела на орбиту Джона Глена первого американского астронавта в конце посещения центра состояла встреча с ветеранами астронавтами которые здесь работают им и была вручена привезенной в Москве подарочная книга В качестве ответного подарка ветераны астронавты подарили свою книгу эта книга совершила перелет через океан и оказалась в Москве в Казахстан он был Редактор субтитров А.Семкин